Расстройство аутистического спектра, или коротко рас, это нарушение психического развития. Характеризуется отклонениями в общении и социальном взаимодействии человека, а также примитивными повторяющимися интересами и занятиями. Согласно статистике, в мире более 10 миллионов человек с аутизмом, а с каждым годом эта цифра увеличивается примерно на 15%. Основная задача фестиваля «Люди как люди» — это привлечь внимание общества к проблеме аутизма, рассказать, что такое рас и каковы особенности этого недуга. Цель региональной программы — услуги были не просто оказаны, а были качественными, чтобы ребенок, который, например, нежелательное поведение, все-таки он скорректировал свое поведение, пошел в детский сад, чтобы он остался в нашем образовательном пространстве в классе, среди своих сверстников, чтобы он мог потом профориентироваться и получить профессию. На сегодняшний день в Ульяновской области около 500 детей с раз. Задача специалистов — не доводить до диагноза. Чем раньше выявят проблему, тем раньше ребенок включится в систему комплексной помощи, и тем выше вероятность его излечения. Если ребенок получает помощь вовремя, то, соответственно, он лучше будет развиваться. Это будет когнитивная сфера его развиваться, поведение у него, возможно, значит, может нормализоваться, и этот ребенок лучше будет социализироваться. Фестиваль представил несколько площадок. Главная из них — медицинская, на которой работали врачи-педиатры, психологи, логопеды и дефектологи. Комплексное обследование детей специалистами помогает на месте выявить уровень развития ребенка. Многопрофильный центр детской реабилитации «Падсонух» совместно с администрацией Индинского района организовал площадку для родителей, специалистов и детей. Здесь они могут плотно взаимодействовать друг с другом и выбрать наиболее точный вектор лечения ребенка. У нас работают семьи из Глотовского городского поселения, Струслейки, с Горды, Инзы непосредственно, и Сочкины. В этом году проведут серию подобных мероприятий в разных точках Ульяновской области. Родители и дети имеют возможность составить грамотный лечебный маршрут, а специалисты обменяться опытом и, как следствие, повысить квалификацию. Министерство социального развития региона уже семь лет вплотную занимается вопросами обучения работников реабилитационных центров. Ключевым на сегодняшний день является проект Привозского федерального округа «Ментальное здоровье». Вот пять регионов сегодня в нем участвуют, в том числе и наш регион. И, конечно, очень видна большая методическая поддержка, потому что, ну, скажем так, невозможно в вакууме сами с собой развиваться. То есть мы изучаем опыт других регионов, изучаем опыт Московской области, где есть такие же реабилитационные центры. 40 подопечных семей реабилитационного центра подсолных посетили мероприятия фестиваля, заручились поддержкой и сделали еще один шаг на пути к обычной жизни. Ведь, несмотря ни на что, все мы – люди как люди.